Вп отправляют в баню Драгон Найта, а комплексити отправляют в баню Сайвенсера. Хотел сказать Года, но по сути так оно и есть. Отправляют героя Года, кроме него по-моему на Сайвенсере вообще никто на этом интернешне не играл, а так хорошо вообще никто не играет, по-моему, на Сайвенсере, как это делает Год. Ну, играть ему все равно не придется, но данном герое скорее всего Клопа была пикнута для Года. Баунти Хантер отлетает в баню от Виртус Про. Ну и теперь надо комплектоваться, почему бы себе не забрать имбовых персонажей, почему бы Элидана не взять, например, того же Антимага. И пусть разбирается с Линой Туском и всеми-всеми-всеми. Конечно, Лина от Элидана умудрилась законтрить Антимага. Соло распиливало через Юл, через полный рассказ, Антимаг не вывозил. Пошел комплектоваться в ХП, хотя можно было на самом деле БКБ собрать, и Блэкинг Бар решил половину бы вопросов команды Комплексити, но они понадеялись на прочность Антимага. А там какая прочность, когда ты 12 секунд из Хекса не выходишь? И станы от Шейкера залетают все время. Одно, второе, пятое, десятое, Рубик от команды Virtus.pro. Ждем Лагуна Блэйдов от Лила, или ФНГ, от ФНГ, скорее всего. Шейкер, я думаю, для Лила, ФНГ будет играть на Рубике. Квин оф Пейн, мне кажется, для года. Ну и надо оффлейнер, надо керри-герой. Комплексити. Будут же собаки забирать Антимага? Почти уверен. Ну и из тех, кого не было в прошлой игре, только СФ разве что в баню отлетел. Вот команды Комплексити, все остальные. Я смотрю здесь и Нага, и Дарксир, и Сайленсер. Ну и все-все-все-все-все. Кто, в принципе, делал прошлый матч? Единственное, Лину забрали себе игроки команды Комплексити. Ну и третий пик от команды Комплексити. Долговато, думаю, брать Антимага, не брать Антимага. В чем здесь мысли? Давно не было Дазлов и Вичдокторов, кстати, на удивление. Винтерн Вивер не забанили. Ну и с Виверной можно разговаривать, Виртуз Про дали понять это прекрасно. Конечно, хотелось бы увидеть какого-то свеженького керрия. От команды Виртуз Про еще и Бладсикер мог бы неплохо зайти. Но тогда Элидану пришлось бы в руки давать Квапу. А Квапа от Элидана, мне кажется, не так хороша, как Квапа от года. Но тоже как вариант. От команды Комплексити. Тоже вроде с одной стороны имба, хотя вот такую имбу взяли... Взяла Team Empire. Сегодня ночью прошлой. И не всегда эта имбовость выручает. Точно так же, как и Антимаг. Как видите, не всегда 100% натащит. Ну и ВП дополнительного времени пока не юзано. Ну и задумайтесь. Фантом Лансер от Виртуз Про. Вот где имба. Элидан забирает себе ПЛ, а Рубик для ФНГ. Скорее всего, Шейкер Лил и Квапа это год. Ну, а... Фантом Лансер... А кто же на сложную пойдет? Неужели... Могут и Андайинга Комплексити отправить на сложную? Лина, скорее всего, Мидлейн, я думаю. Для Синделмэланса герой. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Эмбер Спирит от Комплексити. Виртус Про нашли чем ответить. Но если законтрить на старте Эмбер Спирита, то, конечно, играть можно. Если нет, то... Печаль будет полная. Антимаг отлетает в баню от Виртус Про. Был шанс у Комплексити сейчас его забрать. Они забрали Эмбер Спирита. У Лины еще есть варианты здесь быть либо в роли... Формящего героя. Либо в роли саппорта. Ну, в таком случае, если Лина будет фармить, то Андайинга надо отправлять в сложную. Эмбер Спирит от Комплексити. Ну, а что здесь по-сложной? Я не вижу, кстати, харды у команды ВП. Ни Шейкер, ни Квапа же это будет. Хотя, кто знает, сейчас Бладсикера возьмут еще какого-нибудь, и... Квапу явно на сложную придется Фобосу отдавать. Последний пик. Последний. В общем, по факту, мне кажется, что Шейкер и Рубик будут саппортить Фантом Лансера на линии, а Аквапа отправится в мидную, и тогда сложную надо ВП, это мое мнение по данной ситуации. Но Комплексити думает иначе, они забанили Ancient Operation. То есть линии у них уже в голове сформированы от команды ВП. Пока думает о Фингане. Минута остается у команды Virtus.pro. Чем разговаривает с Ember Spirit, там, в принципе, понятно. Ну и Брут Мазер от команды ВП. Вот она, имбовая имбовость. Все-таки это оффлейн. Все-таки я, видимо, мыслю поближе концептуально к команде Virtus. Впрочем, это делает команда Комплексити. Они забанили саппорта последним, а Брут, да, это оффлейн УВП. Ну и Darkseer в бане, поэтому Darkseer в бане от команды Комплексити, а Шейкер в пике от команды Virtus.pro, поэтому какой-то серьезный контур Бруды, он постольку поскольку. Минимум времени у Комплексити. 20 секунд остается на то, чтобы поломать комбинацию команды Virtus.pro. А тут такая комбинация УВП, что бей-беги просто. Не надо никаких тут особых выдумывать развалов в файтах, не надо особой позиции выбирать. Ворвались, шарахнули по голове и дальше начинаем просто есть. Шторм Спирит от Комплексити, ну хоть немножечко классики, добавляет американский коллектив в свой пик. Забирают себе Шторм Спирита и очень интересно, кто там как по ролям. Будет распределен, что касается ВП, все в принципе ясно, как и планировалось. Единственное, что Лил будет играть на Рубике, ФНГ будет играть на Шейкере. Год забирает себе Квапу, Иллидан будет играть на ПЛ и Фобос будет играть на Бруде. Со стороны команды Комплексити Зифрик играет на Андаинге, будет саппортить. Мунминдер отправляется на сложную на Таске. Зизи будет играть на Эмбер Спирит, а вот и Мунминдер на Андаинге. Уже Зифрику отдали Таска. Свиндлмэланс будет играть на Шторм Спирит и Мидлейн. И фармить у нас будет Эмбер Спирит, а Лина будет саппортить. Такие вот дела. Мунминдер на сложную на Андаинге. Хорошо. По пику, конечно, симпатичнее смотрится Виртуз Про. Здесь герои очень есть символы и в лейту. Но меня немножко смущает этот неприятный парень Тулск, который такие дисбалансы в драке вносит, что иногда страшно смотреть. Флай уже пошел вардить. Уже заблочил один из спотов. Но и здесь Фобос в соло. Ему этот лес не очень нужен. Бурду отправили на нижний лай. Зизи на Эмбер Спирит и бежит на нижнюю руну. Ну, Свиндл Мелленс на Шторме уже на Мидлейне и Квапа от Года. Квапа Года. Может, это и станет Квапа Года от Года. ФНГ на Шейкере. Пока что на Мидлейне на всякий случай. Ну и топ руну, скорее всего, колы отдают. Виртузам на Виртузам не лезут на нижнюю руну. Такое себе честное распределение баунтиру на первой минуте. Ну и по лайнингу от команды колл, по сути, есть вопросы. И во многом будет зависеть их успех от того, как они расставят героев по своим линиям. Пока что Зифрик, я вижу, с Мунминдером отправляется на топ-лей. Нижний лайн занимает Зизи на Эмбер Спириде. Эмбер Спирид против Брудмазер. Ну, Флеймгвард вещь полезная, но он не такой нон-стоповый, как, например, Айн Шеллот Дарк Сира. Поэтому можно стоять. Смертельно не будет. Бруде, ну, ситуация тоже не самая приятная. Конечно, стоять против, например, какого-нибудь антимага было бы полегче. Зизи Флеймгвард уже на первом левеле прокачал. Ну и Фобос тут просто обязан перефармливать Зизи. Уже давит на него. В принципе, размен по ХП очевиден. У Фобоса хороший реген здесь, поэтому Бруда может позволить себе и дамажить своего соперника. Все, Флеймгвард тут недолго длится, да и КД у него достаточно мощный по времени. Поэтому можно будет и наказывать Зизи. Нижний лайн, мне кажется, предположительно все-таки должен быть за Фобосом. Мидлейн, Год. 4 на 0 Свинделмелланс. Тоже 4 на 0, очень ровно идут мидеры. Ну и Год, кстати, может и подприунижать Свинделмелланса. В первой игре Квапа примерно так от года и действовала. Правда, потом слили всю игру ВП, но это уже не касается конкретно центральной линии. Год на Квапе в первом матче со Свинделмеллансом делал все, что хотел. Лил на Рубике и Иллидан на Фантом Ланцере. У Иллидана 3 на 2, Мунминдер 4 на 0. Здесь пачка крипов идет, поэтому есть вариант Иллидану подформить. Но что делать? Надо по Тавру вести крипов. Других вариантов не вижу. В это время отвода сделала команда Комплексити. Ну и потихоньку разбирают крипов. Удобная ситуация для ВП на самом деле. Да, крипы, конечно, не очень удобно их будет контролить под Тавером. Но сам факт, что вы в безопасности будете стоять. По-моему, во многом зависит все от конкретно контроля Иллидана. Год 9 на 3. Шторм Спирит в это время 13 на 0. Ох, нихрена себе Свинделмелланс вырвался-то. Колу уже выигрывает 750 по золоту, 500 по экспириенсу на второй минуте. Пара драться, я думаю. Хотя как драться? ПЛ требует левел. Левел, артефакты, много чего надо ПЛ. Иллидан еще не до контроля здесь умудряется. Лила закрывает Айшардом. Иллидан вообще на это не реагирует. Это не его дело. Говорит, чувак, я тебя туда не гнал. Ты сам туда пошел, там сам разбирайся. Мунминдер 14 на 1. Тут Фантом Лансера просто уничтожает ту фарму. Мунминдер, ну, у него комфортная ситуация. Андайинг, благодаря своему Дикей, благодаря Тамбе, пусть и не поставленной, но потенциальной. Он не позволяет спокойненько, без напряжения, фармить Фантом Лансеру. Ну и опять же, этот Дикей поливается нон-стоп от Мунминдера. Фобос в это время 12 на 4. У Зизи 13 на 8. Думал, ситуация будет поинтереснее. У ВП на нижнем лайне нет ничего такого. У Года в это время 17 на 8. У Свиндер Мелландс, у Свиндер Мелландс 13 на 0. Такое ощущение, что Свиндер Мелландс просто уходил у нас с центральной линией. Год настреливает по шторму. Нормально, тут под Шадоу Страйком он, по идее, будет постоянно терпеть. Боттл обузится у Года. Уже летит к нему у Свиндер Мелландс. Боттл тоже присутствует. Кстати, после Боттлы ничего нет. По-моему, по напросу Кваба немножко получше Свиндер Мелландса. Ловят это ФБ от команды Вирту Строн. Удачный врыв от ФНГ. Капитан тут посодействовал всей своей тиме. Ферстблат забрали. Немного это, конечно, денег стоит в современной доте. Ну, блин, психологически какая все-таки разрядка для команды. Еще и ДД забирает себе Год. Теперь по фарму должен Свиндер Мелландса загнать очень далеко. Иллидан 14 на 3. Мунминдер против него 22 на 1. Что ты с этим андаймингом будешь делать, вообще непонятно. Рубик третий левел. Иллидан четвертый. Вот-вот, Мунминдер уже пятый с копейками. Ну, потому что оставляет все время лайн Таск ему. То на отводах, то еще на чем-то так. Врыв на Свиндер Мелландса. Пошел Шадоустрайк на него. ФНГ подходит танковать под тавер. Больноватый ФНГ. Больноватый Году. Год отхиливается. Свиндер Мелландс лоу хпшный. Здесь, конечно, прохарасило хорошо так ФНГ тавером. На нижнем лайне Фобос против Зизи. Все фулловые почему-то. Где файт? Флай пришел помочь немножко Фобосу. Стоит вард у Фобоса на всякий случай. Чекает ситуацию. Понимает, что поблизости других вардов нет. Фобоса не видят. У Года есть ДД. Дэмэджа много. Туск здесь. Врываться Году нельзя. Но об этом нет инфы у команды Виртус Про. У них нет Вижена на ХГ. Пожалуйста. Вижен команды Виртус Про. Вот отсюда видят. То есть если где-то здесь ходит вот этот парень. Вот Зифрик только-только появился. Вижен обрезается. Ну, начальный Вижен, конечно, есть. Здесь вард стоит. Но вот эту как раз кромку не цепляет он. 1-0 счет продолжается. Матч так. Флай. Лоу-хпшный Фобос. По идее, может его и съесть. Лайт Стрекеры поймали. Детей своих отпустил. Ну и Флай сбивают Батлоу. Килимселл съедают. Лайт Стрекеры себе под ноги. Там просто разъедают эти тараканы пополам вообще бедняжку Лину. Виртус Про там понапроседали по ХП. Но в целом ничего критичного. Шторм Спирит уходит на собственный фонтан. Выдворил его год. Молочага. У года появляется пространство для фарма. Причем очень даже хорошее. 23 на 0. Шторм Спирит 33 на 13 идет в Клопа. Сейчас реальный стан потаску. И беги его разноси. Где ФНГ? ФНГ на нафиссуру сейчас уже. Вот 124, 125. Можно пробовать забирать из Зифрика. Ай, не пошли. Иллидан 33 на 6. У Мунминдера 35 на 3. Иллидан выровнялся. Он сильно проигрывал Мунминдера. В процентном соотношении где-то, я не знаю, раза в полтора точно. Так, в это время Фобоса забирает Лина. Ох и Флай поставили в арт игроки команды Комплексити. И просто моментально его реализовали. Забрали Фобоса. Погоня за Мунминдера. Мунминдера возвращает назад. Фессурат ФНГ. А Тамбу если поставят, без разницы. Его убивают. Теперь и Тамбу надо убивать. Просто работайте над Тамбой, зарабатывайте деньги. Еще и деньги для Квапы капнули. Здесь 150 на руки Году. Пусть идет назад на мидлейн. У Года уже есть Пауэр Трэд. У него есть Нул Талисман, Мэджик Уонт, Боттл и Копейки на руках присутствуют. Фантом Лансер. А Квила есть. Есть Бутсов Тревел. Ой, Бутсов Спид, конечно же. Год приобретает себе еще и Робов Зе... Робов Зе Мэджи. Зефрика закрывает Фессура. И так, дерись дальше. Год, все будет окей. Шадоу Страйк у него. Пусть гниет стоит. Катится на ФНГ. По таймингу, не по таймингу. Сейчас узнаем. Так, не докатывается здесь до Года. И Зефрик здесь и останется. Келлинг Спри уже от Года. 3-1. Все киллы, которые в ВП делали, делал... Мидлейнер данного коллектива. Полторы тысячи по золоту выигрывают Виртуз Про. И по экспириенцию тысяча тоже для ВП. У Фобоса почти восьмой левел. Начинают есть Зизи. Ему это не нравится. Флеймгвард и все. И тараканы бежать обратно сразу. Мама, мама, он печет. Печет. По экспириенсу колы в плюсе. 900, но по голде полторы тысячи в пользу команды Виртуз Про. Долгий Флеймгвард. Зизи решил под тавр подальше зайти. Фобос его пока не накаляет. У Фобоса, кстати, спайдерлинги в 3 прокачены. И паутина в 4. Все, спайдерлинги качнул до максимума. Без ульты Брудмазер. Естественно, без пассивки. На ранних этапах. Ее дело фармить. Ну и по золоту ВП вроде как получше немножко фармят. Хотя вот графики движутся в сторону команды Комплексити. Ну надо, значит, киллами как-то зарабатывать. Там шторму что ли настакали? Так и есть. Шторм у нас в лесу в это время фармит. Смотрю, на лайне шторм спирита нет, а деньги у команды Комплексити рекой текут. Году кто-то будет что-то стакать? Ну здесь вот пачка. Есть скрипов одна на одной. Ну и на этом все. Год отправляется вниз. Там Батла с Инвизом. Забирает Год ее на Зизи. Соник Вейв у него есть. Шадоу Страйк пошел в Зизи. Физура пошла от Шекера. Он упрыгивает здесь. Зизи не попадает по нему Соник Вейвом. Зефик лоу хпшный. Здесь Томпсон. Где Элидан? Элидан бежать, 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 бежать. Вообще ничего здесь под тобой делать. Ульта уже есть у Андаинга. Зизи Фрик поконтролить может нормально. Ну и Элидан. Если что, есть Деппельгангер. В это время Брудмазер зарабатывает деньги на флай. 4-1 Фобос огрызнулся. Его здесь били, гнобили, издевались над ним. Не выдержало сердечко Фобоса. Решил дать сдачи. Ну и пока получилось. Если здесь Вижена не хватает Фобоса, был бы у него... Что? Ничего себе Зизи, как распереживался. Только Фобос к нему подходит, сразу сваливает. Фобоса ульта уже есть. У него уже есть Обливиант Став. Это будет Оркит и достаточно ранник. Минутик 15-й должен быть дан артефакт. Да какие 15-й минуты? Уже есть Квартер Став у него. И есть при этом Сейдж Мэнс. 200 голды, да. Короче говоря, общей сложности 1000 надо насобирать Бруде. Вард упал. Год об этом, конечно же, не... Фобос об этом, конечно же, не знает. Ну, можно и попробовать, кстати. Зизи окружают. Билят Зизи. Ну, это фисты... Так, просто полтора часа постоять здесь. Полетать. ВП лучше фармит. Полторы тысячи золота. И опять графики вниз. Какие-то заборчики рисуются постоянно вместо графиков. Хоть кардиограммы нет, это уже радует. Стабильная голда на стороне команды ВП. И посмотрите, насколько пассивная дота по сравнению с прошлым матчем. 12 минут сыграно, всего лишь 5 фрагов сделано. Ну, здесь есть Фантом Лансер в составе команды ВП, поэтому спешить и куда-то лететь смысла нет. Это вот бороться с соперником на лайне за крипов. Это, да, это работа Фантом Лансера. Ему надо хороший крипстат, хороший нетворс с артефактами. У Фантом Лансера там попробуй развали еще. Думаю, что классическая сборка будет от Фэлла. А ему, опять же, повторюсь, что не собери, все хорошо. Так, поймали у нас Виндл Меланс. Он лоу-кпшный, по максимуму бежит. Ну, так, наугад уже год давал ульту. Вдруг остановится на секунду. В это время Лина разваливается. И под ультой Фобос. Бьет всех, кого видит вообще. Фобос просто молочага. У Фобоса уже сейчас будет Оркет. Все, приобретает себе рецепт на Оркет. Фобос готов отрывать лицо каждому, кого увидит. 340 зарабатывает за Лину по золоту. 524 по экспириенсу. ВП давят. 3К по голде по экспириенсу 200. Главное, на самом деле, это просто издеваться над Дембер Спиритом. Чем больше ты контришь Майнкерри, тем меньше эскейпов у команды. Шторм Спирит фармит не очень. Давайте на этот вот смотреть. 6800 год. Фобос 5400. 5000. Иллидан. Ну и здесь Зизи. 4700. И Свиндл Меланс 4700. 4700 против 6800. Это немножечко разные величины, согласитесь. И Квапа тоже будет с Оркетом. 2 Оркета в команде ВП. В прошлом матче было 3 Хекса, теперь 2 Оркета на 13 минуте. Остались копейки просто. Году до приобретения данного артефакта. Осталось просто рецепт купить. Ну и ВП давят, и экономически, и по экспириенсу тоже. Как это называется? Это называется просто убийство Лины, и даже не убийство Лины, а самоубийство самой Лины. Ворвалась. Еще и Лилу подарил Драгон Слейв. Кто это? Флай? Флай, да. 6-1 счет. Давит команда Virtus.pro. Главное, чтобы выфармливал ПЛ. В лейте будет решать именно он. Никто другой. У Иллидана 95 крипов уже есть. Третий Нетворс на карте. Проигрывает 1300 году, и 400 голды проигрывает Фобосу. Нормально. ПЛ давит. Он выигрывает у всех игроков команды Комплексити. Это безусловный плюс. Своё ПЛ еще возьмет. Барабаны уже готовы для Иллидана. Год с Оркидом. Бруда 500 голды после Оркида. Вижена нету команды Комплексити. Не знаю, понимает ли это Фобос. По идее, должен. Ну и 3,5 ВП по золоту, по экспириенсу Virtus.pro в плюсе. Хотя графики потихонечку движутся в сторону команды Комплексити. Так, представит по ХП в Зифри. Фобос просто зашел за Тавр. Фиссура от Лила. Ну, от ФНГ точнее. Тут, конечно, ВП дали жару своим оппонентам. 7-1 счет. Саппорты бедненькие. Терпят нон-стоп. Лина 1-3. Туск 0-2. Тускловат немножко Туск. Жег на Фобоса. Просто Оркид на него развернулись и убивать. Пошел Оркид по Шторм Спириту. Шторм Спирит сам себя поднимает. Нет, Оркид только сейчас. Засловили его понемножку. Культа пошла от Квапыну и Свиндл Мелланс. Лоу ХП-шный. Выживает 37 КП у Свиндл Мелланса. Добивать его нечем. Зато есть чем разбираться с Туском. Если бы сейчас умер Шторм Спирит, это совсем другая Дота была бы уже. Клевок во Флая. Ну и не добегает в итоге Бруда. На Тавр входит команда Виртус Про. ДД есть у Года. Фобос тоже нормально с руки напиливает. Ну и Лил тут за компанию. Что тут делаете? Мы Тавр бьем. Ну и я с вами. Ну давай. Пока Висп не прилетел. У Квапы кое-что после Оркида появляется. У Года Огр Клаб есть. Ну и не знаю. Может БКБ, кстати. Раз время есть. Раз фарм тоже идет. Топ-1. Нетворс на карте У Года. Второе место Фобос. Тысяча на руках. Тоже может быть Блэк Кинг Бар. Или Дан 7000 имеет Нетворс. Дальше 6300. Свиндл Мелланд, Зизи 6100. И Мун Миндер 5300. Вот тебе и Undyne. Undyne начинает проседать. Что у Иллидана по артефакту? 1500 из золота. Боттл, Драма Фендеранс, Мэджик Вонт. Короче говоря, нормально. Все хорошо. Более 5000 по голде. Команда Виртуз Про. Слетает витра Свиндл Мелланд. Дальше пошел за Фобосом. А почему Фобос не взяет Оркид? А где это все? Может Оркид еще в КД 6 секунд. Шторм без маны практически. Уходит Шторм. Полетал и ушел. Отличная игра. Фобос из кустов на Флая. Если вдруг будет... Подставление какое-то от Флая. Ну... По идее за время действия Оркида Руда должна убивать Флая. Под ультой. Естественно, со Спайдерлингами. Должен. ФНГ 340 голды. Рановато еще думать о Даггере или летит. Нет, ничего не летит. У Фобоса появляется БКБ. ФНГ несет себе... Кольцо. Что вообще-то такое? Ну, на Транквил Вуци, скорее всего, Шейкер. Просто бедняга. ФНГ. Всем тут помогай. 5 ассистов. А по фарму, по артефактам, вообще тухляк полнейший. Лил под Флэйм Гвард. Так, хорошо у него все получилось. Украл нужную вещь. Теперь Лил может идти и бить. Свиндлмелланс в лесу. 125 крипов у него есть. Еул. ПТ Боттл Солринг. Когда появляется Еул. Шторма, это, знаете ли, печально звучит. Хотя вот вроде как справился, но ФНГ просто по таймингу. Эхо, Снэм под ноги. До свидания. В это время Бруда разваливает Флая на нижнем лайне. Это какое-то издевательство. Знаете ли, 10-1 ВП ведут. Где вы такие на первой карте были? Хотя такие и были на первой карте на самом деле. До 15 преимущества свое развили, а потом взяли и отдали. Ну, здесь, наверное, нет. Тут вроде как серьезный артефакт уже появляется. Вторая вышка по нижнему лайну падает. Дефать некому. Никто сюда, по идее, не идет. Мунминдер нет. У него ТП даже нет. Лох. А, Туск. Без ТП еще 4 секунды. И в это время Тауэр падает. Пошел врыв на Зефрека. Элидан напиливает его. У него есть хоста. Засловили немножко Лефрека. Он на сноуболе пытается здесь немножко помансить. Но это так. До поры до времени Зефрека здесь и оставляют. 11-1. Дальше. Мунминдер. Следующая цель. Тон-стон от Мунминдера на хайграунд. Элидан должен убивать Мунминдера. Да или кто-нибудь вообще. Убивают еще и Амдаинга. По идее, от Тамбы просто надо бежать. Куда? Зачем тут тусить? Мне песня Наги, кстати, померечилась сейчас. Квапы нет в пике. Мне Квапа слышится, как орет. Наги нет в пике. Мне сразу слышится, как Нага там воет. Сверху с прекрасной мелодией. 12-11. 21 минута. И падает вышка по центральной линии у команды Комплексити. Виртус Про забрали уже два Таура. Это все Фобос. Молочак. Он просто засрал тут все. Посмотрите. Какой молодец. Свиндл Мэланс дальше за Фобосом. Фобос, если оркит даст в него, то он его просто разорвет. Все. Дает оркит в него и уже зизи. Здесь близко на Хелпе. У Шторм Спирита появляется Клеймор. Есть у него Браудсворт, но нету Персеверанса. Что-то имбовый Туск не заходит. 22 минуты ПТ и 0-4-0 идет Туск. Хотя, блин, о чем можно говорить? Один килл от команды Комплексити. 12-1. Идут Виртусадо. Ну-ка, я вспомню для себя, кто там сливался вообще. Бруда один раз умерла. Остальные все без смертей. Вот это было бы круто, конечно, на сухую закончить данный матч. Бест оф 3. Ну и конкретно эту катку. Так, полетел на подсейф Рубик. Или не на подсейф, или просто на врыв. Гот готов прыгать на Зифрика. В это время по нижнему лайну пушится. Все, Фобос здесь, в ФНГ. Полторы тысячи на руках. Даже не дособирал себе Транквил Буци. Решил идти в Даггер. На центральной линии в это время Иллидан. И Фобос уже заходит на хайграунд. Зизи ловят. Он под Сайленсом. Зизи разваливается. В таверну отправляется Зизи. 13-1. Фобос просто чокнутый. Бруда просто чокнутая. Все чокнутые. Я чокнутый. ВП, дави их. Вообще даже не расслабляясь. Еще и на топе ВП забирают тавер. Но тут деньги просто рекой для них должны литься. Все тавера стоят. Здесь тавер наполовину битый. Здесь нормально битый. Здесь битый менее чем наполовину. Но сам факт, тавера стоят. Осталась последняя вышка у команды Комплексити на центральной линии. И на топе. То есть предпоследняя и последняя. У Фобоса уже готов в блокинг бар. Фобос и ФНГ здесь. Получится? Да получится все прекрасно. С Финдл Мэном взлетает Юл. Оставайся здесь. Эхо Слэм ФНГ не жалеет. И это абсолютно правильно. Они просто гнобят капитана команды Комплексити. У него счет 0-3-0. У Лины 1-4-0. Так, там Туск проседает сильненько. Гот. ВКБ у него. Туск отправляется в таверну. И Гот отсюда просто уходит. Мега килл от него. 15-1 счет. Какие варианты закамбетчить пока непонятно. Гирокоптеров нет. Штормы нифига вообще не имеют по фарму. Рубик забрал. Ааа, это, это, это Сол Рип. Я думал Рубик Тамбу забрал. Вот это было бы здорово. Да с другой стороны и Сол Рип чем плохо. Все что не укради, все полезно. Такой своеобразный Даззл теперь в команде. Ну и появляется Баттл Фьюри для Эмбер Спирита. Это единственная надежда команды Комплексити. Умирал, кстати, меньше всех он. И по разным линиям команда Виртуз Про начинает сплитпушить. 17 тысяч золота в 25-й минута. 10 тысяч экспириенс. Я уже что-то такое комментировал в первом матче, но... Тут уже даже боюсь какие-то предположения строить, пока не упадет трон. Но он у команды Комплексити. Так, врыв пошел от Свиндлмэнса по году. Года нет БКБ, года развалили. Как же дорого сейчас будет стоить год. Я даже боюсь представить. В это время Т3 падает внизу. Хобост никуда отсюда не уходит, ему достаточно комфортно здесь. Ну и заодно... Оооо, блин! 2 300 за одного года. Я, конечно, понимаю, что это нормальная тема, когда счет 15-1. Просто даже обидно немножко. 2 300 голды. Ну и это еще стрик был не алло вообще у года. Иллидана уже ездит в Фьюжел Блейд. После него 3000 по золоту. ПЛ надо собирать Монто Стайл. Тут надо просто перепушить команду Комплексити. Прыжок за Фобосом. Здесь есть Шекер. Фиссура от него. Начинает есть Фобоса. Фобос вгрызается очень быстренько в Шторм Спирита. Еще пару ударов, и Шторм может отвалиться. Начинают Фобоса ловить. БКБ у Фобоса есть. Фобос застрял в деревьях и достаточно далеко отошел, чтобы его не зацепила просветка. Хипперстоун есть у Фобоса. Кираса или что, например? Ну а что бы еще? Ну не Муншард же Фобос себе собирает. Потом БАМ и Муншард себе Фобос собирает. 17 000 золота Виртус Про и 10 000 экспириенс тоже они. Ну Виртуса аккуратничает. Не могу понять почему. Чего вы ждете? Арк... У Квапы практически есть Аганим. У Иллидана 4000 на руках. Где-то близко к Монтостайлу. Немножко осталось. Там 4800, по-моему, или 4900. 4950. На тебе, Зизип. Фобос в это время убивает нас еще раз. Шторм спирита. Ну здесь Виндл Мэненс просто несчастный. 0-4-1. Как же ему плохо. Лина 2-4-0. Андайнк 0-2-1. Туск 0-5-1. И 0-1-1. У Эмбер спирита. Фобос начинает пушить линию. Мундра есть Тамба. Тамбу поставил. Так разбить Тамбу. Че думать? Вообще есть кем разбивать. Ульта есть у Фобоса. Тамбу разбили. Бруда с ПКБ, но не врывается. Пока есть ли Даггер. Есть Даггер. Прыгает ФНГ. ФНГ. Не дает все-таки ульту. Дает. Размен 1-1 получился. Если учитывать в Шторман. Но за 1-1-2 тоже хорошо. Заработали игроки команды комплекси. Бараки стоят голые. 823 голды колы поднимают. Заработали игроки команды. Андайн с Гвардиан Грифс. Есть у него Глимер Кейп. Хорошо, конечно. Мундминдер идет. Так, до поры до времени. Иллидан нахватался здесь от крипов. И, по-моему, у Иллидана... У Иллидана начинает собираться с Кади. Если есть деньги, ну его нафиг этот Мант оставил. Надо укрепляться в ХП. Фантом Ланцер сейчас уже будет вместе со Скади. У него есть все. Иллидан с Кади на 29-й минуте. Неплохо. После диффузов, барабанов, Яула... Ой, Яула. Аквилы, конечно же. Ну и вообще давайте по Нетворцу посмотрим, кто там в порядке. Бруда просто съедает линию, съедает людей. Поэтому Бруду и нормально все по фарму. Ну, 15-300 здесь. Так, замес пошел на Секретшопе команды Комплексити. Замес закончен. Рубик летает у нас. И в это время появляется Айо в Скади у Фантом Ланцера. 2-300 по ХП. Лил летает через Болл Лайтнинг. Тоже модно. Ну и по команде... Так, Бруду, 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 Бруду. До Кирасы остается 100 копеек. Фобосу можно идти, например, на Эншентов и там заработать. А можно здесь спуститься с горы и заработать голду на Кирасу прямо здесь. 30-ая минута. У него есть Оркит, у него есть БКБ, Фейсбутсы, Солринг. И сейчас будет готова Кираса для Фобоса. 20 тысяч виртус-про по голде, 12 по экспириенсу. И колы как будто не фармят вообще. Есть Кираса уже у Фобоса. У Шейкера есть Даггер, уходит ФНГ. Свинделмененс на Лилла, а Лил тоже тут непростой вообще. Лил просто спускается вниз через Боллайтинг. Нашел с кем играть. С Рубиком решил поиграть в догонялке. Это бесполезно абсолютно. И ходят на собственный хайграунд игроки команды Комплексити. ВП не должны останавливаться. У них есть преимущество, и его нужно реализовывать в снесенные товара и стороны. По нижнему лайну все вместе большой толпой взяли, навалились и пошли. Есть Даггер здесь. Здесь есть возможность врыва и без Даггера. У Года есть Блинк, Рубик. Рубик тоже по сути с Блинком. Врывная сила есть, Эхо Слэм от ФНГ. Ульта от Года. Минус 2. От команды Virtus.pro. Хотя, правда, развалилось здесь немножко Шейкера. В таверну еще и после Шейкеров от Умлансер. Нет, это просто потерянная эго. Минус 3 от команды Virtus.pro. Пока что размен 3 в 2, если Аегис учитывать. От БКБ от Фобоса. Фобос на хайграунде съедает рейнджевой барак. И дан в это время. Полторы тысячи на руках у него есть Айов Скади. Наверное, он о нем жалеет. Миличный барак стоит и пока не собирается падать. Ну, добровольно точно не будет. У Таска появляется Даггер. 25 тысяч Virtus.pro по золоту и 16 по экспириенсу. Я очень хочу верить, что они это сливать не собираются. Или не планируют, по крайней мере. Зизи уже есть Яша после Battle Fury. Зифрик прыгает на Года. Года притягивает. Лагуна Блейд от Флая. Года убивают. В это время Фобос должен сносить линию уже. Фобос ждет. Почему вместе не пойти? Вот это вопрос. ФНГ еще решил подфидить. Классно. 2500 за одну квапу. И ФНГ тут вторым будет. Сейчас Фобоса на собственном хайграунде встречает. БКБ от него. Старается свалить. Зифрик его ловит. Фобос под вардом. Фобоса поймали. Фобоса если убьют, сейчас столько заработает, что просто жесть. Ой, Virtus.pro как-то скучновато было. Надо было уже, пора было как-то к этому моменту начать фидить. А то как-то, знаете ли, не очень смотрится. 3 400 по голде. За Бруду и за Шейкера. 1000 линий подарили. 1000 подарили Эмбер спириту. 19.7 с 25 до 22. По голде и по экспириенсу. ВП выигрывали. 16, теперь 12. Продолжение давления от команды Virtus.pro как-то может вместе собираться. Потому что это смотрится не очень. Команда, которая... Так, Рубик в это время забирает у нас Шторм Спирита. Лил уже. Клинг Спри. А что у Лила? У Лила Дикей. Лил силач. На мидлейне здесь разбираются потихонечку с Иллиданом. Иллидан под Сигилом. Иллидан, скорее всего, здесь умрет. Так, наверное, и должно было быть. Иллидан же для этого фармил всю игру, чтобы умирать. Это нормально. Год умирал. Иллидан, почему бы и не должен умирать. Моменды начинают разваливать. Минус 2 уже от команды Virtus.pro. На года прыгают. Год лоу хпшный. Улетает здесь на крипов. Кричит, вопит, уходит с ТП уже. Пора, по крайней мере. 2 в 2 размен. Лоу хпшный здесь. ФНГ, ФНГ в таверну. Минус 3 от команды Complexity. Virtus.pro, что это к херам таким такое, а? Как это вообще называется? Пошли, 3000 подарили по голде. Все ждут. Здесь же Эмбер Спирит есть. У него нет критов. Ему надо криты. Он будет собирать криты. У него есть Манта Стайл. У него есть Баттл Фьюри. И он постепенно будет сейчас обгонять Иллидана, потом Фобоса, потом Года. Но это худший из вариантов развития. Они уже обламывались. Virtus.pro. Почему просто не начать ходить вместе? Это же элементарно. Их разбирают по одному в разных частях карты. Как эти нервы задолбали уже. Ой, хочу комментировать каких-нибудь Ехомов с какими-нибудь ЦДКами, чтобы мне вообще плевать было на эти матчи. Что Эмпайр? Что Virtus.pro? Ну, какое-то постоянное издевательство вообще. Иллидан Талисманов Увейджен после Скади приобретает. У него не такой уж и крутой Нетворс Фобоса. Ещё раз цепляют. Просветка, Фобос уми-ра-ет. Эхо-слэм пошёл от ФНГ. Ульта от Года. Зизи в Глимеркейпе. Зизи должны убивать. Он локупешный, но он живёт, умирает ещё и Шейкер. Год под Блэкинг Баром после Думанцу наваливает. Лил. Кто дерётся, так это Лил. И Год, нормально. Фобосу драться не надо было, Шейкеру не надо было драться. Надо было драться Лилу. Иллидан разбивает Сигил. Никаких минусов в ВП не сделали. Они просто потеряли Брудмазер и потеряли Шейкера. 21-12. А начиналось всё с 15-1. По золоту двадцатка, даже меньше у Виртуз Прой. По экспириенсу 5 с 15 до 5. Обалденно. Хекс приобретает себе Год. У него есть БКБ, Аганил, Оркит, Хекс. Что ещё надо для счастья, Квапи? Кирасу и МКБ здесь уже тусит команда комплекса. Ловят Флая. Флай быстренько под Савенсом его должны убивать. Квапа забирает этот фраг и бежать Шторм Спирит отсюда решил. Шторм сразу же тупал. Прыгает дальше ФНГ на Мунминдера. Должны стопить его ульту на него. Пригвоздил его к земле ФНГ. Просто идти и сносить линию. А дальше что угодно провоцировать на драку. Пока вас больше, вы же лучше меня, понимаете, в доте. Почему я сижу здесь слюной брыжу? Вы не идёте и не сносите, не заканчиваете этот матч. У ПЛа есть всё необходимое. А в Скаде Дефьюжел Блейд Талитман оф Эвэйджен. Даже Скаде этот нафиг не нужен был. Можно было 20 минут назад идти и сносить эту игру. Зачем тянуть? Кто что фармит? Фобос фармит непонятно что. Ещё один Скаде Фобос будет собирать. Класс. Скаде просто решает. Эмбер Спирит от Зизи уже должен быть с критами. А Эмбер Спирит будет с рапирой. У него не будет критов, у него есть уже демонедж. Он будет приобретать с рапирой. Тут вариант патовый для команды Комплексити. Затащит будет Комплексити СНГ коллективом. На Зизи прыгают, Зизи убивают. Есть байбек у Зизи сразу же. Ульта пошла в ФНГ от Слая. Эхо... Так, не эхо Слэма, а Соник Вейв от Зифрика убивают. Ой, как хорошо всё для ВП складывается. Линия упала. Муминдера здесь ждёт или Дан. Или Дан начинает наплёвывать по Андаингу. Андаингу ЛХП-шно. Лил тоже ЛХП. Свиндл Мелленс по Цайленс. Сам Эфенгейбу не должен отпускать. Свиндл Мелленс отправляется в таверну. Зифрик там же. Линию разбивает игроки команды ВП. Никого не потеряли, снесли линию. Хорошо. Это уже больше похоже на правду. Здесь по итогам этого файта. 2800 по голде, 7200 по экспириенсу. Минус линия команды Комплексити. Заставили байбэк на Сембер Спирита. Отложили рапиру. Теперь, я думаю, вариантов никаких для Зизи. Он не будет здесь собирать МКБ. Иначе он просто проиграет игру. У него вариантов немного. Снесли линию. Хилиться не отхилились. Но так, видимо, решили... Отковыряют руками. Фобос собирает себе... Второй скади в команде. Ладно, там 3 хикса, но 2 скади. Ну, на кой-то это надо? В принципе, у него свое есть. Замедление передвижения 40%. И шанс промаха 60% в паутине. По-моему, в паутине. Или вообще. В чем смысл скади на фантоме? Ну, во-первых, статы. А во-вторых, замедление, которое... Для него более чем полезно. Ты выжигаешь ману. И ты замедляешь через... Как бы в доте как. Если у тебя есть какие-то... Сильные стороны, усиливай их до максимума. У него сильная сторона в том, что он может замедлять через дифуза, через... Спиртланцы. И добавляет еще и скади. Просто бей себе по спине, и вряд ли от тебя... От него никто не уходит. От такого ПЛ-а. Роха для ВП упал. 27 тысяч виртус про по голде, 15 по экспириенсу. Фобос с этим скади просто меня уничтожает. Фобос, ты убиваешь меня, ты понимаешь? Не соперников, а меня. 9-3 идет Фобос. А было все очень даже чистенько. 2-5 идет Шейкер. Ну, что делать, Фенган? Он вырывается и подставляется. Иллюзии пошли. От Иллидана. Начинает бить Тавер. Сам Иллидан тоже здесь на лоу-граунде. Иллидан. Зашел помощнее выглядеть. Начинает бить Тавер. Вышка сыпется. Лил с Дикеем. Маловато, что-то получше бы украсть. Иллидан зашел на ХГ. У него есть Аэго, по-моему. Да, у Иллидана есть Аэго. У него есть скади. У него есть бетерфля. Его непросто убить совершенно. Пускает иллюзии. Тут, конечно, началась китайская дота. Плевать вообще абсолютно, если она будет выигрышной. Для команды Виртус Про. БКБ от года. Нарал на двоих. Мунминдер в Тавер. В Тавер. В Тавер. В Тавер. Зи-Зи. Зи-Фрик тоже в Тавер. Байбеков нет ни у кого. И это, по-моему, конец для команды Комплексити. Шторм Спирит тоже без байбека. Команда Виртус Про. Доедай третью сторону. И пошли в следующий раунд сетки Лзеров. Как же года хорошо стошнило, друзья. Просто невероятно года хорошо стошнило во второй игре. Если бы не это, сейчас плакали бы наши слезки. Смотрели бы мы на китайские коллективы. Американские, латиноамериканские, испано-китайско-эстонские. Любые другие, кроме СНГ коллектива. А так, ВП выходят в следующий раунд. Виртус Про побеждают и выигрывают. Ни много, ни мало. 800 тысяч долларов уже. Уже они попадают в топ-8. Ну, все просто великолепно. Все просто великолепно для команды Виртус Про. Они проходят дальше и по турнирной сетке. Виртуса попадают на победителя пары Сикрет против IG. А у нас с вами Сикрет против IG. Это следующий матч. Посмотрим, насколько хорошо все-таки будут смотреться Сикреты. И не будет ли это печаль от коллектива, которому предвещают победу на данном интернешнале. Все, друзья. Небольшой перерыв. Отдых. Матч был долгий, затяжной. Начали мы в 8. Сейчас уже час ночи. То есть уже здравствуйте. Уже 5 часов мы вокруг этого матча крутимся. Какая жестянка. Все, далеко не расходитесь. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Наш, мой, ваш. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Оставляйте свои сообщения в ЛС. Постараюсь ответить по возможности. Все. До связи. Услышимся через совсем чуть-чуть. Продолжение следует.